Не подберу Чтобы рассказать про Кольку Беликова и Колькин музыкальный инструмент Вот такая там Ну он отдает такой объем Сейчас Наконец-то мы открываем наш зимний сезон Это вода для Валерия Михайловича Мы открываем наш зимний сезон в арт-клубе на Гагаринской 20 в книге и кофе И я очень рада и счастлива, что сегодня так много хороших людей, таких светлых лиц сегодня в зале И я хотела сначала сделать перед тем, как мы начнем концерт, небольшой анонс наших мероприятий Может быть кому-то это будет интересно 27 декабря здесь в книге и кофе будет наш традиционный уже по-моему 8 или 10 раз концерт Который Ирина и Валерия Чечта, который называется предновогоднее настроение Вас будут ожидать для тех, кто не был Сюрпризы, новогодняя лотерея, подарки и гости А кто будет, это будет секрет Поэтому предновогоднее настроение 27 декабря 2019 года И маленькая добавочка Мы традиционно после этого концерта в книге и кофе есть замечательная тайная комната Мы делаем фуршет с тем, чтобы все зрители могли проводить старый год и встретить новый Вот, поэтому всякие вкусняшки и все приветствуется Вот, и хорошее настроение 6 января наша семья уже в полном составе Ирина Валерий и Надежда Чечты Будут выступать на Коломенской 43 в театральном зале Но это концерт, который нам тоже традиционный Он сочельник, поэтому, но там надо заранее бронировать места, билеты Если кому интересно, потому что это делает уже театральный центр на Коломенской Вот, поэтому можете спросить у меня И я обязательно скажу телефон человеку, который отвечает Еще будут билеты продаваться в театральных кассах Но там со столиками Вот, собственно говоря, это такое рождественское мероприятие И еще один концерт в книге «Кофе» состоится 21 февраля Это все, начало всех концертов в 19 часов 21 февраля мы для вас откроем, вернее, Валера откроет мир песен и рассказов Юрия Кукина Вот, 21 февраля Галина Кукина, которая здесь присутствует, расскажет о книге, которую она много лет Собирала о Юрии Кукине Юрий Кукин «Я не легенда, я миф» И вы узнаете совсем другого Юрия Алексеевича Кукина Потому что это большая двухчасовая программа Валерина И сможете купить книжку «Юрий Кукин. Я не легенда, я миф» У кого ее нет, это надо обязательно сделать Вот, и в заключении своих маленьких анонсов Я хочу, у вас у каждого есть пригласительный билет И сзади стоит номер, да? Да, есть, замечательно Вот сейчас, в начале первого отделения Я, я не знаю, кто, у кого, какой номер Вот сейчас два билета на 27 декабря На, в книге «Кофе» на наш концерт «Предновогоднее настроение» Ну, какие у меня, наверное, две любимых Номер 13 Есть? Ура! Ура! И, наверное, номер 28 Ну, ура, вы приглашаете А в начале второго отделения Валерий Михайлович скажет свои две любимые цифры И два счастливчика еще получат два билета На предновогоднее настроение Ну, а сейчас мы приступим К совершенно замечательному действу Мы будем слушать и петь песни Юрия Висбора Юрию Иосифовичу в этом году Исполнилось бы 85 лет И я приглашаю на сцену Валерия Чечета Аплодисменты Техника усложняется Теперь вот есть всякие такие Прибамбасы Да По-настоящему они называются Саунд-криэйтор По-русски Звукоулучшайзер Добрый вечер! Я очень рад вас видеть Я даже не ожидал, что Нас так много сегодня соберется Вот Я заранее уже вам благодарен За то, что вы пришли Сегодня мы будем петь Песни Висбора Песни Висбора я пою всю жизнь Как только научился Три аккорда на гитаре Так сразу был Висбор Кухен Ну, в общем, вся вот эта вот Замечательная компания наших любимых вардов Но Висбор стоит особенным Особняком в моем, так сказать Во мне вообще Для меня Хотя он Естественно Он годится мне в отцы То есть, собственно говоря Отец мой, его ровесник практически И Казалось бы Что может объединять Вот сейчас, например Работая со студентами Я не очень понимаю Иногда, когда начинаем петь песни Висбора Того же, как донести До них Собственно Эту глубину Суть их Интонацию А тогда Как-то это получалось Само собой То есть Тогда связь времен Так не прерывалась Как она прерывалась Наверное В 90-е годы Поэтому Все стало сложнее И петь Висбора Как это ни странно Для меня стало сложнее Мне всегда казалось Что это Для исполнителя Пожалуй Самый Ну не то, что такой Легкий Но очень доступный Автор Потому что Он, во-первых Позволяет Интерпретировать Себя Некоторые исполнители Это Не очень Не очень Допускают Тебя к интерпретации И ты вынужден Копировать Что всегда Получается хуже Висбор Висбор позволяет Это делать Потому что Собственно говоря Что такое Песня Висбора Это Это Абсолютно Сплошные Стопроцентные Музыкально Смысловые Интонации Которые ты должен Услышать Вот тут в чем дело Но Задача Исполнителя Во время Исполнения Этой песни Как будто бы Сочинить ее Заново Ведь он Когда поет Он действительно Поет ее никак Не от Висбора А от себя И Висбор Позволяет Доходить Свои интонации Которые соответствуют Его интонации Если это вот так Складывается Во что-то Тогда получается Получается Что-то Интересное Песен очень много У меня Вот я Нашел Две такие Огромные программы Которые были у меня Уже когда-то Две Две Двухчасовые На два отделения Даже слишком Слишком чем на два Отделения И пытался Сегодня из этих Двух программ Придумать одну И В общем Написал я песен Очень много Потому что Очень жалко Вот одну Эту хочется спеть И вот и эту Еще хочется спеть И эту Я набросал Так очень обширный список Ну Как пойдет Посмотрим Вот И хотел бы я начать С таких Совсем Стареньких Песен Вот песня Аж 1954 Года Когда он еще Был студентом Я давно ее уже Не пел Поэтому Поставлю себе У нее есть Маленькая история 54-й год Январь В январе Она была написана Написана Она была Втроем Висбор Максим Кусургашев И Владимир Красновский Это вот Три друга Были Три Студента Московского Пединститута У них была Подруга Туристская Подруга Которая За год Раньше Уже закончила Институт И уехала В Удмуртию Преподавать В школе Они заскучали И решили Поздравить С днем рождения Сели в поезд Зяли гитару Ну поскольку Денег не было Какие-то стипендии Там крохотные Они думали Что же ей подарить Пока ехали Сочинили Такую песенку Совершенно Незатейливую Очень простую И мелодия Там взята Красновским У какого-то Композитора То есть В любом случае Намек на какую-то Мелодию Существует Но в этой песне Есть такой Совершенно Невероятный Колорит Вот тех лет Вот такая Простота Такая наивность Такая чистота Что мне очень Захотелось С нее Сегодня начать Этот концерт Пятьдесят четвертый Год Тихий вечер Спустился Закат мою Над тайгой Разметался Закат Ты сегодня С надеждой Утрявою Ждешь письма От московских Ребят Ты сегодня С надеждой Упрямою Ждешь письма От московских Ребят Вечера Ожиданьем Отмечены Писем тоже Дождаться Нельзя Мимолетной Случайной Встречью Не порадуют Даже Друзья Мимолетной Случайной Встречью Не порадуют Даже Друзья И когда С голубою Порошею Унесется Надежды Тепло Постучится Прохожий Непрошенный В занесенное Снегом Снегом Стекло Постучится Прохожий Непрошенный В занесенное Снегом Снегом Стекло Может Ты Прослезишься Нечаянно Провожая Его Поутру И Разлукаю Вновь Опечалена Ты Не стой Ты Не плачь На ветру И Разлукаю Вновь Опечалена Ты Не стой Ты Не плачь На ветру Я Встречи Теперь Не загадывай Когда Вьюга Над крышей Шумит Самый Верный И Самый Догадливый Вновь В окошко Твое Постучит Самый Верный И Самый Догадливый Вновь В окошко Твое Постучит Вот 54-й год А вот еще песенка 56-го года В 56-м году он Висбург служил в армии, в Карелии, в Кандалакше И тоже вот такая совершенно простецкая Песня совершенно удивительно опаятельная Ну проще уже не бывает, но так я их люблю, эти песни Почитала по-своему Я смутно помню огни вокзала В ночном тумане они дрожат Ты улыбнулась и мне сказала Не надо слишком грустить, сержант Ты улыбнулась и мне сказала Не надо слишком грустить, сержант А поезд дальше на север мчится Толкуют люди, забудь о ней А мне улыбка твоя приснится И две полоски твоих бровей А мне улыбка твоя приснится И две полоски твоих бровей Наверно скоро устанет осень Уже в хибинах снега лежат И там, наверное, никто не спросит О чем ночами грустишь, сержант И там, наверное, никто не спросит О чем ночами грустишь, сержант Ну, а вслед за этой песней Все-таки я решил спеть Песню 82-го года, которая называется «Кандалакша 56» Поскольку это вот 56-го года была песенка А вот что, собственно, через Сколько лет? Через 56-го по 82-е Это сколько? Через 26 лет, собственно Что он сочинил Вспоминая вот эти свои годы Службы в армии Где он достиг, в общем, больших успехов Он стал старшим сержантом И был очень серьезным радистом В общем, отслужил он три года как следует Я, как честный человек, в армию пошел Вот И вот в 82-м году появляется вот такая песня «Кандалакша 56» Ах, как мы шли по Кандалакше Была дорога далека Как проносили судьбы наши В зеленых вещевых мешках В какие верили мы веры Теперь уж так Не доверять Как мы теряли чувство меры Теперь уж так Не потерять Когда закатные останки Скорали в соснах Как свеча Когда нас поджидали танки В простых балоневых плащах Среди других стоит гляжуя И синим брызгает опять Моя коварная Рыжуля Звезда В сберкассы Номер пять С щепой Волочную Пылая Мне говорит она Слава Сержант, конечно, погуляем Но только что Без баловства Меня ж не то совсем Задача Мне доложил Один Дружок Что Некто Летчик Перехватчик На танцах Сделал Ей Намек Я Подступаюсь К ней С допросом Вол Какова Я говорю Пилота Цель Она Смеется И смеется И носом Тыпчется В шине Как все Забылось Очень скоро Снега Друзья Житье Бытье Лишь в памяти Горят Озера Под рыжей Челка Ел Ел Мурманские Ветки Полустарки Сгорают В снеговой Пыли Куда Ждевались Наши Тарьки Небось Залетчик Как пошли Нормально по китаре Не на там баску Какую Прошу А вот пятьдесят второй год песни Вообще пятьдесят второй Но на мелодию Евгения Жарковского Прощайте скалистые горы Она там использована Песня называется Тиберда Пятьдесят второй год Тиберда 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 Голубая Вода Серебристый Напев над водой Тиберда Тиберда Я хотел бы всегда Жить в горах над твоею волной. Тебе рта, тебе рта, я хотел бы всегда Жить в горах над твоею волной. Серебрей, серебра, там буруная рась По ущелью бурлит, не смолкая. Там в туманной дали пасти вода стоит Синеватое, бело-лакая. Там в туманной дали пасти вода стоит Синеватое, бело-лакая. Тебе рта, тебе рта, голубая вода, Нет красивей твоих тополей. Я хотел бы всегда коротать здесь года, Если б не было русских полей. Я хотел бы всегда коротать здесь года, Если б не было русских полей. Я б остался, поверь, если б как-то в метель, Я по дну не довел бы домой. Тебе рта, тебе рта, голубая вода, Серебристый напев над водой. Тебе рта, тебе рта, голубая вода, Серебристый напев над водой. Ну вот и так совсем погружение уже туда, В юность, в студенческую юность, В армию. Вот песня уже 60-го года. Очень красивая, я ее очень люблю. Такая московская, подмосковная, скорее даже. В тихим вечером, звездным вечером, Бродит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, И в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой истрою, Нам бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, Подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, Подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания, Убы девичьи им глаза. Нам лисетовать на скитания, В сотый раз покинув вокзал. Ворвер вагон качнул, Звезды низкие, И бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, Подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, Подмосковная сторона. Зазвини, город, тучи тянутся, Под подлитками льют дождей. В проливных дождях тонут станции, Ожигая нас впереди. И пускай гроза где-то рыскает, Мне с тобой она не страшна. Среднерусская, сердцу близкая, Подмосковная сторона. Где-то плещутся море синие, Кручатся белые поезда. А на севере тонут пыльные, Предрасвенные города. По земле тебя не разыскивать, Изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, Подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, Подмосковная сторона. Ну, вы вот подпевайте, если захотите. Здесь такой очень уютный камерный зал. И если вы будете подпевать, То мне будет очень приятно. И хорошо. И вообще эти песни, Очень многие песни Висборра, конечно, Есть, конечно, те, которые не рассчитаны На всеобщее такое хоровое исполнение, Но очень много тех, Которые как раз можно петь вместе. А в тени снег лежит, как гора, Будто снег тут к весне непричастен. Ходит дворник, немерзлый февраль, Колит ломан на мелкие части. Во дворах-то невинно земли, Лужи морем, асфальт, перешейком, И плывут в тех морях корабли С парусами в косую линейку. И плывут в тех морях корабли С парусами в косую линейку. Много знали мы дети войны, Дружно били врагов спекулянтов, И неслись по дворам прокадным, По короткому крику от Анда, Кто мы были, шпана и шпана, Безотцовщина, суиц, карбаты, Где, как рыбы всплывали со дна, Серебристые аэростаты, Где, как рыбы всплывали со дна, Серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, Речь чужих побережьев я слышал, Я вплываю в свой Сретенский двор, Словно в порт, из которого вышел, Но пустые мои трюмы в пыли, Лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли С парусами в косую линейку. Ах, вернуть бы мне те корабли С парусами в косую линейку. Ну, а вот следующая песня точно хоровая, Но по ее содержанию, по сути, по интонации Ее должны всегда петь хором мужчины, Но поют ее всегда девчонки. Это проверено уже неоднократно, Вот я вас уверяю, что сейчас так именно и получится. Ты у меня одна, словно ночи, Словно в степи в соснах, Словно в году весна, Нет тут рукой такой, Ни за какой рекой, Нет за туманами, Тальными странами. Вы не провода, В сумерках города, Вот ведь взошла звезда, Чтобы светить всегда, Чтобы гореть в метель, Чтобы стелить постель, Чтобы качать всю ночь у колбель. И дочь мальчишка, То есть и день есть. Вот поворот какой, Делается свекой, Можешь отнять покой, Можешь пахнуть с рукой, Можешь раздать долги, Можешь верить в других, Можешь совсем уйти, Только свети, свети, Только свети, свети. Ну, а это уж совсем мальчишеская сейчас будет. С моим Серёгой мы шагаем по Петровке, По самой бровке, По самой бровке, Шуём мороженое мы без остановки, В тайке мороженого нам не подают, То взлёт, то посадка, То снег, то дождик, Сырая палатка, И почты нежидей. Идёт молчаливо В распадах рассвет. Уходишь, счастливая, Приходишь, привет, Идёт на взлёт по полосе Мой друг Серёга, Серёга, мой друг Серёга, Серёга Санин, Серёге Санину легко поднебесали, Другого парня в пекло не пошлют, То взлёт, то посадка, То снег, то дождик, Сырая палатка, Сырая палатка, Искали мы в тайге капот и крылья, Два дня искали мы Серёгу, А он чуть-чуть не долетел, Совсем немного, Не дотянул он до посадочных огней, То взлёт, то посадка, То снег, то дождик, То снег, то дождик, Сырая палатка, И почты не жди, Идёт молчаливо В распадах рассвет, Уходишь, счастливый, Приходишь, привет. Несколько, естественно, горных песен, Вот начну я с одной песенки, Которая для меня, Для исполнителя, Недавно получила Такое-то совершенно свеже, Другое звучание обрело. Вот Таня помнит, Когда в Праге Мы были на фестивале В гостях у Тани, И там был Владимир Ковуненко, Это друг Висбора, Мастер спорта по альпинизму, И Вадим Смайлович, Он тоже альпинист, И он, кстати, учился, С висбором В одной школе, И вот я среди таких, значит, Двух, Как бы сказать, Друзей Висбора, Тоже там оказался. Есть одна песня, Которая связана С Владимиром Ковуненко, Был, я не знаю, Сейчас, наверное, уже не существует Альплагеря Узункол, Тогда было много альплагерей. В лагере Узункол, Они там все собрались, И был там Висбор, И вот, значит, Ковуненко, И группа из четырех человек Собирался пойти на Насхождение. Гора была не то чтобы Очень сложная, Но погода была Плохая. Ну, и их отговаривали, Ну, Ковуненко сказал, Мы дойдем, посмотрим, Если будет все нормально, То зайдем, А если нет, то вернемся. Ну, в общем, они не вернулись, Они Сделали ту гору, Но ночью В палатку Влетела шаровая Молния К ним. Один человек погиб сразу, А троих Обожгло очень сильно, Их снимали потом, И я, Вот мы сидели В гостинице С Ковуненко, Было тепло, Извините с подробностями, Был в шортах, Там у него Бедра выжжены просто. И я думаю, Где я оказался, С какими, Ну, это не шуток, Как-то и по-серьезному, И я так думаю, Вот это я, Вот это мне тут, Да, вот я с такими ребятами. А на следующий день Был концерт, Когда он, Где он рассказывал Эту историю, А, да, А в это время, Когда они, Значит, Вот там ночевали, Визборг сочинял Эту песенку, Сидя внизу В лагере. И Вот На этом фестивале Ковуненко Рассказывал эту историю, А мне довелось При нем Эту песню Исполнить. Я даже сейчас Как-то несколько Волнуйся. Свечка темно Горит, Дождик в окно Стучит, Лето сплошной Обман, В соснах Висит туман, Ни погода В горах, Ни погода В эту смену С погодой Прогол, Будто плачет По ком-то Природа В нашем лагере Узунком Нам-то Что мы В тепле И уюте И весь вечер Гоняем Гоняем Чаи Лишь бы те Кто сейчас На маршруте Завтра в лагерь Спуститься Смогли Врут все Мои друзья Что, мол, Придет Рассвет Что, Дескать, Есть Края Где Ни погоды Нет Ни погода В горах Ни погода В эту смену С погодой Прогол, Будто плачет По ком-то Природа В нашем лагере Узунком Нам-то Что Мы В тепле И уюте И весь вечер Гоняем Чаи Лишь бы те Кто сейчас На маршруте Завтра В лагерь Спуститься Смогли И не пробьет Тех туч Солнце Густая Кровь Их Лишь Разгонит Луч Луч Тут Твоя Любовь Ни погода В горах Ни погода В эту смену С погодой Прогол Будто Плачет По ком-то Природа В нашем лагере Узунком Нам-то Что Мы В тепле И уюте И весь вечер Гоняем Чаи Лишь бы те Кто сейчас На маршруте Завтра В лагерь Спуститься Смогли В этом году Приезжал один из Участников Этого Подъема Помнишь Там такой Старый дедушка Ходил Песни пел Я еще А я же не знал Кто он такой А ты что А поет плохо А там Сидим У костра Он Что-то там Такое Не помню Какую фамилию А он Как раз Из этих Троих Ставшихся Приехал На Славке Сам Никто и не знал Что он Приедет Но мы там Все ходим Поем А потом Миша Дея Говорит Слушай Так это Тот Из той Палатки А я там Так Как Мартыновский Когда так Знакомившись С Висбором Подошел К нему Сказал Слушай Парень Ты что-то Плохо поешь Лучше не Пой Давай Я лучше Спою Так и Я Типа У нас Одесса У нас Одесса У Немножко Будем Закращаться Не будем Тогда Ладно Ну как же тебе Рассказать Что такое Гора Гора Это небо Покрытое Солнцем И снегом А в небе Мороз Неземной Неземная Шара И ветер Такой Что Нигде Кроме Неба И неба Ищите Ищите Мой Голос В эфире Немного Охрипши На то Есть Причины Ведь Наши Помирки Стоят На Помире А мы Чуть Повыше Чем Эти Вершины А мы Чуть Повыше Чем Эти Вершины Гора Вершины Ищите В Ищите 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 Мой Голос В эфире Немного охрипши, на то есть причины, Ведь наши помирки стоят на побеге, А мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Хочется побольше и про горы, и про море потом, Но еще одну горную, пожалуй, может быть, самую известную, популярную, всеобщую. Симожор Симожор Я сердце оставил в фанских городах, Теперь бессердечный прожу по равнинам, И в тихих беседах, и в шумных пирах, Я молча мечтаю о синих вершинах. Когда мы уедем, уйдем, улетим, Когда оседлаем мы наши машины, Какими здесь станут пустыми пути, Как будут без нас одинокие вершины, Какими здесь станут пустыми пути, Как будут без нас одинокие вершины, Лежит мое сердце на трудном пути, Где гребень высок, Где багряные скалы, Лежит мое сердце, Не хочет уйти По маленькой рации, Что ж я и говорю, шлет мне сигналы. Когда мы уедем, Уйдем, улетим, Когда оседлаем мы наши машины, Какими здесь станут пустыми пути, Как будут без нас одинокие вершины, Какими здесь станут пустыми пути, Как будут без нас одинокие вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, Пытаясь на шутки друзей улыбнуться, Но к сердцу покинутому своему. Мне в фанские горы придется вернуться, Когда мы уедем, Уйдем, улетим, Когда оседлаем мы наши машины, Какими здесь станут пустыми пути, Как будут без нас одинокие вершины. Какими здесь станут пустыми пути, Какими здесь станут пустыми пути, и какими здесь станут пустыми пути. Я сердце оставлю в фанских горах . Ну, бывает. Он приехал к нам, он живет в Мурманске, он моряк, и я очень рад, что он сегодня здесь. Спасибо. Вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают. Где дома, как баркасы, на приколе стоят. Где дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо, да, пожалуй, и хватит. Лишь бы старенький дизель безотказно служил. Чтобы старый товарищ от работы усталый. Лишь бы руки устали от полночной вахты. Чтоб почувствовать снова, что пока жду ты жив. Лишь бы я возвращался знаменитый и старый. Лишь бы доски приезжала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый. С молчаливой улыбкой, руку мне пожимал. С молчаливой улыбкой, руку мне пожимал. Я когда-то застарюсь, память временем сможет. Если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок. В море вышел рыбак, ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серега. Матросов своих наименее пьяных я ставлю на лахту. Держать на ногах, держись, ребята, пока не отчален. Тралмейстер толкнул сапогом материк. Два дня нас качали земные печали. Теперь успокоит нас северный старик. По белой ладони полночного моря плыет мой корабль. Представитель земли и Кольский залив нам гудками повторит. Слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дожептали. Слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки. Что на разок, а нам-то чего. Мы герои улова на море топтать поперек из обад. Мы дали начальству железное слово. Превысить задание судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И в вахту ночную с названием «Собака». Стоим и хватаемся с Альера. А если осудит нас кто за отсталость, Пожалуй, тебе брится вот мой пароход. Ты с нами поплавай хоть самую малость. А потом уж, товарищ, сердись на Тралфлот. Обучаю играть на гитаре Ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по таросу ударит, Саша крепче прихватит воды. Ученик мне достался упрямый. Он струну теребит от души. У него на столе телеграмму Разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке С нами дама во льдах колесит Нью-Игарка, мадам, лоз, дудинка Иностранный поселок Тиксик Я гитарой не сильно владею И с ладами порой не в ладах Обучался у местных злодеев В тополиных московских дворах Но для Саши я бог, между прочим Без гитары ему не житила Странным именем Висбор Иосич Он мне дарит почтение свое Улыбаясь на фотокартинке С нами дама во льдах колесит Нью-Игарка, мадам, лоз, дудинка Иностранный поселок Тиксик Нью-Игарка, мадам, лоз, дудинка Иностранный поселок Тиксик Ах, коварное это коварство Дальнобойный имеет гарпун Оборона теперь и лекарства Семь гитарных потрепанных струн Говорит он мне Этой детали Но ошиблась в своей суете Обучаю играть на гитаре И учусь у людей доброте Такая московская песня Звук одинокой трубы Воскресенье в Москве Звук одинокой трубы Воскресенье в Москве Воскресенье в Москве Воскресенье в Москве Словно забытый попыль Семь березовый вкус Два беспризорных щенка Возятся в мокрой траве К стеклам прижат щекан Вот воскресенье в Москве Вот телефонный привет Жди невеселых гостей Двигает мебель сосед Вечер будет хоккей О, не молчи, мой трубач Пой свою песню без слов Плачь в одиночестве, плачь Это уходит любовь Мне бы неведомо где Почту такую достать Чтобы заклеить тот день Чтобы тебе отослать Ты-то порвешь сгоряча Этот чудесный конвей С песней того трубача И воскресенье в Москве Вот зажигают огни В ближних домах И вдали Кто-то в квартиру позвонит Кажется, гости пришли Песня Одна из песен Посвященных Нине Филимоне Тихоновой Это, если кто-то не знает Это человек, с которым Он прожил последние 10 лет своей жизни Я с ней был очень хорошо знаком Много она мне рассказывала Всякого разного И вот Несколько таких шедевров Висборгских Последних уже Посвящены ей Вот эта песня Одна из них Снег над лагерем варит Гнет палатки в дугу Я в долгу перед вами Словно в белом снегу Я всю память листаю Завалясь на кровать Я в Москву улетаю Чтобы долг свой отдать Чтобы долг свой отдать Где же вы пропадали Этих лет и не счесть Отчего не писали Я бы знал, что вы есть И московский автобус Столь банальный на вид Обогнул бы весь глобус От беды до любви От беды до любви Претендуя на имя И ваши права Шли ко мне все иные Имена и слова То трубил я охоту То я путал следы То туман над болотом Принимал засады Принимал засады То я строил квартиры В которых не жил То владел я полмиром В котором тужил А хлопот тех осталось Чемодан да рюкзак Книги, письма и жалость Что все вышло не так Что все вышло не так Что все вышло не так Спит пилот на диване Кто ж летает в пургу Я в долгу перед вами Словно в белом снегу Отчего ж так не скоро И с оглядкой бежит Семь грамма которой Ожидаешь всю жизнь Ожидаешь всю жизнь Ожидаешь всю жизнь Хочу пригласить теперь на сцену Иру Чтобы мы в конце первого отделения Перед тем как вы отправитесь в буфет Буфет это всегда хорошо Еще раз добрый вечер На самом деле Валера должен был рассказать не об этом Он должен был рассказать Что творчество Юрия Иосифовича А я должен был рассказать о том Что в творчестве Юрия Творчества Юрия Иосифовича Есть песни написанные Для женского исполнения Так сказать от женского лица В общем творчество Юрия Иосифовича Настолько многогранно Очень многогранно У Юрия Алексеевича Куйкина Есть песня Написанная от женского лица У Латшала Чакуджа Есть песня Написанная от женского лица И у Юрия Иосифовича Есть Замечательные песни Написанные от женского лица Поэтому сейчас Валера Меня попросил Исполнить эти песни Это правда Я здесь не Не, я сам бы мог тоже Но как-то не красиво Ну это ты Когда меня там не будет Где-нибудь С удовольствием Девчонкам споешь Вот Я только девчонку пою Но поскольку Поскольку я давно Не пела висборгские песни То я с вашего позволения Буду немножко подглядывать Похоже, что я тоже давно спел Некоторые песни Сегодня вывести Ваде, ес Будем пробовать Как-то Ну ладно Юрий Висбор 1961 год Рассказ Женщины Раз вот и что-то Ну ясный пункт Только женщины Так с гитарой Что-то не понимают Какая ты говоришь? Фа-диез Рассказ Женщины Да, вот эта Ну подпевать-то Будете помогать Да? Он за мною Видно шел Взял за локоть Слушай, Люся Будет очень хорошо Я живу В отдельном Люсе У него Усы пустые И глаза Как две Букашки И ведь Нет Закусты Из-за Орота Рубашки Я не Люся Говорю А зовут Меня Тамара И такого Не терплю И такие Мне не Пора Десять лет Варила Суп Десять лет Белье Стирала Десять лет В очередях Кабасу Я доставала Десять лет Учила я Сверхсекретное Чего-то Десять лет Сидела я У окошка На работе Сердце Скачивая В кровь Десять лет Детё Сидела Что-то Страк На любой Полтора Годка Силы Не Сбудился Он Ничуть Только Глазом Кладет Платье Я Те За ночь Заплачу Сколько Завод Тебе Платят Я Глазом Постаралась, от получки от его Дрёшка мятая осталась Десять лет варила суп Десять лет бельё сдирала Десять лет в очередях Колбасу я доставала Десять лет учила я Сверхсекретное чего-то Десять лет сидела я У окошка на работе Сердце стачивая в кровь Десять лет дитё растила Что же осталось На любую Полтора минут подать силы На плите чайок стоит Дочка тихо засыпает За окном моём гаи Грубко частников ругает Глянув телек, тык мычат Поколение молодое Всё скидает, кричат Как перед большой бедом Убрала и создала Своего приклеила Пашку Всё ж таки малая дала Тому гарду меж в бухаже Я помню такой вопрос Когда он весь был исполнил эту песню Давно, уже в каком-то 70-м году В какой-то концерт Кто-то пишет записочку Скажите, пожалуйста, а чем же она ему засветила-то? Он же говорит, что вы не слышите? Там же написано Шесть кило овощных консервов Я играла у меня ещё ручно А теперь Почему-то Юрий Осипович Назвал эту песню просто Женщина Это песня 1975 года Три авоськи, три коробки Ну попробуй, донеси Участили, что до пробки Нет ни левых, ни такса Эй, шофёры, стойте, братцы Стоп, товарищ сатана Мне в Черданово добраться Подождите ж я одна Я приеду, суп поставлю Я линолю протру Войску вымыться заставу Катьке, Собельке, Мутру Муж приходит, мы у Клюми Перенесёт живот В тренировочном костюме К телевизору идёт Руку мне кладёт на спину Ух, не трогал бы меня Нелюбимый, нелюбимый Нелюбимушка моя Вот уж вечер в ночи клонит Вот делам потерян счёт Он из спальни Тоня, Тоня, что ж ты возишься ещё? Ну, а я-то примечаю Голос сонный в самый раз Я из кухни отвечаю Спи, голубчик, я сейчас Он от водки и салата Захрапит, хоть рот за шею У меня восьмое марта Женский праздник на душе Я уставлюсь на дорогу Месяц по-нему идёт День прошёл, и слава богу Завтра новый настаёт Мне б куда уехать, что ли К добрым людям и к траве Я одна, как в чистом поле В людном городе Москве А теперь соль мажор Музыка Как его? Леграна? Леграна, да Слова Юрия Висборова Мишель Я не имя спутал Аминь твоя бога А имя Да мой любимый Да мой любимый Все долги Мы заплатили Непростой своей судьбе Мы жили судьбами других Пора подумать о себе Так о себе И будет в нашей жизни мир Когда простой весенний луч Порвётся лесу низких туч Затев детскую игру И ветры, будто бы, друзья Слетятся к нашему костру Наши годы Все скользят Как птицы осени Летящие на юг Нас не оставили друзья Ну-ка, кредит Ну-ка, кредит Этот круг Да, этот круг Будет в нашей жизни мир Когда простой весенний луч Порвётся лесу низких туч Затеят детскую игру И ветры, будто бы, друзья Слетятся к нашему костру Как наши дети подросли Вот верный счётчик Нашим общим временам Уйдут, как в упоре корабли Лишь торопливый поцелом Оставят нам И будет в нашей жизни мир Когда простой весенний луч Прорвётся лесу низких туч Затеят детскую игру И ветры, будто бы, друзья Слетятся к нашему костру Да, наша молодость прошла Но, знаешь, есть одна идея у меня Давай забросим все дела И съездим в море на три дня Хоть на три дня И будет в нашей жизни мир Когда простой весенний луч Порвётся лесу низких туч Затеят детскую игру И ветры, будто бы, друзья Слетятся к нашему костру А еще я должен сказать, что У Юрия Швизбора есть песни Написаны для дуэтного исполнения Диалоговые Диалоговые есть Есть просто дуэтные Есть ансамблевые, коллективные и хоровые Вот как разнообразно творчество Нашего дорогого и любимого Юрия Осиповича Швизбора Ну вот одна песня-диалог Такой привет из советского прошлого Один ответственный квартиросъёмщик Сказал женщине, не имеющей прописки Да и его жил в площади Дорогая, нам лучше выйти по Розе Она ему ответила Мой друг Я люблю, когда утром играет тихая музыка А он ей сказал А он задумался и сказал ей Иначе нас могут увидеть соседи Наивны наши тайны Секретики стары Когда ж мы кончим врать на самом деле Где станция с названием Правдивые миры Но, как сказал один поэт Уж полночь близится А кермана всё нет Целый день она писала Вода, отталкивающей краской Возум к спорту Это здоровье Хотя она сама Из подобных занятий Занималась лишь накручиванием Бегудин А он целый день доставал запчасти И водил даже кого-то в кафе фиалка А к вечеру добыл два рыбных заказа Которые сменял на два билета На таганку Наивны наши тайны Секретики стары Когда ж мы кончим врать на самом деле Где станция с названием Правдивые миры Но, как сказал другой поэт Уж сорок близится А счастья всё нет Я этого не говорю А не условно Заводится поздно вечером После программы времени Когда бюро прогнозов Наобещало нам солнце А окно было видно Как собираются дожди Она ему сказала Милый мой У меня есть Замечательные предложения Давай мы с тобой Поженимся А он ей ответил Созвонимся Наивны наши тайны Секретики стары Когда ж мы кончим врать на самом деле Где станция с названием Правдивые миры Но, как сказал Атим Брюнет Уж рельсы кончились А станции всё нет И ещё один диалог Диалог о взаимоотношениях Земного и Возвышенного Смотри-ка, моя дорогая К нам радуга в гости Какие законы ньютона Лучей преломления А глупенький Радуга Это ведь племенный мостик Да? От неба до поля От вечности И до мгновенья Смотри-ка, моя дорогая Вон веточка моя А глупенький Это привет От далёких сосредствий Да? Какая ж ты умная Браво, моя дорогая Конечно, мой мир Ведь в небо глядеть Интересней То листья, то листья То снег, то весна То блёстки надежды На цветных парашютах Разломанных яблоком Сходит в лунах По сходням на берег Стекают минуты Как капли времён Без границ И без дна Вспоминай Но хлеб-то моя дорогая Рождается в поле Вон, видишь, усеяно поле Пшеницей А зимой А небо усеяно звёздами Горенькая воля Ах, что-то сегодня с тобой, мой Несовместимо Ну, как же на небе нам жить Без крылечка и хлеба Пристроимся где-нибудь здесь В ожидании чуда Согласна Но будем подглядывать В синее небо Поскольку уж если Придут чудеса То оттуда То листья То листья То снег То весна То блёст И надежд На светлых парашютах Разломанным яблоком Сходит луна По сходням на берег Стекают минуты На капли Времён Без границ И без сна Поскольку уж если Придут чудеса То оттуда Поскольку уж если Придут чудеса То оттуда Не раздраж Стоит Спасибо Первому отделению Своя песня На стихи Юрия Висбера А музыка Бориса Левина Это уже Его Очень хороший Друг Он Слава Богу Жив-здоров Еще И очень хорошо выглядит, я его недавно видел в ЦАПе Живет он на Сахалине Подожди Кучами солнечными выржены Красивые и беззаботные Вышили десять дней на хижине Под Алипекским ледником Там горы солнцем не обижены А по февральским вечерам Горят окошки нашей хижины Мешая спать большим горам Известные своей решимостью Несемся мы по склонам солнечным И лишь одной непогрешимостью Мы держимся в крутых снегах Там горы солнцем не обижены А по февральским вечерам Горят окошки нашей хижины Мешая спать большим горам Пускай в долинах будет хуже Мешая спать большим горам Мешая спать большим горам Мешая спать большим горам Антракт 15 минут Ну так, 20 В начале второго отделения Будут разыгрываться два билета Еще на 27 декабря Предновогоднее настроение Ура! Все рассаживаются Мы продолжаем наш концерт И сейчас Валерий Михайлович Чечетов Такой погрузит нас В творчество Юрия Иосифовича Поэтому да Ну мы в тебя верим Но перед этим Перед этим У нас осталось два билета На 27 декабря Концерт Предновогоднее настроение Вот сейчас Валера Назовет Две цифры Два номера Его любимых Потому что К предновогоднем настроении У нас Участвует Шляпа Юрия Алексеевича Кукина Вот И там Много всяких И подарков И сюрпризов Вот А сегодня Вот Я подумала Что будет так замечательно Если я выберу двоих И Валера выберет двоих Симпатичных Ну Валера Угадывай Как же ты симпатичный По номеру Угадывай Проверим Твою интуицию Они все симпатичные Сегодня Да Ну Там на концерты Несимпатичные девчонки Не ходят Это партнер с нами А значит Номера С 11 до 70 Пропускаем 13 и 28 Валера Два двоих Первую Назови одну цифру Двенадцать Двенадцать Есть двенадцать А можно где-нибудь После сорока Пожалуйста Поздравляем Будем рады Мадам Мне всего сорок восемь А вам уже двадцать один А ты после сорока Ну а кто бы спорят Созреваешь Ну пожалуйста Где-нибудь там подальше Ну после сорока Тогда Тогда Сорок пять Видимо тогда Сорок пять Попрыгнул Это красивый возраст О Сереж И еще одно слово Перед тем Как начать второе деление Валера уже будет один На сцене Все анонсы Наших концертов Можно Отследить В Бартафиши Санкт-Петербурга В интернете Либо на моем фейсбуке Или на чечен Вот Поэтому будем рады Если Вы Будете приходить Спасибо вам За то Что вы так внимательно Слушаете И любите Эти песни Валерий Рассказов Сегодня еще Прозвучат В том числе И вот этот То что я сейчас Спою Это Собственно говоря Не песни Это Мне кажется Что Это придумка Висбора Просто Просто взять И рассказать И при этом В общем Вместе с гитарой Это сделать Вот Взять И рассказать Какую-то историю О жизни Любви О войне Ну вот О войне Такая вот Песня Такой рассказ Есть Недавно был Квартирнику Маргулиса Маргулиса И До этого Дня Уважаемый Мной Певец Александр Маршал Изобразил Что-то странное Причем Взяв с собой Еще двух Гитаристов Если вы видели Для этой песни И Как-то Очень меня Несколько Ну Не то чтобы Расстроил Но Поразил Рассказ Ветерана Мы это дело Разом Увидали Как Роты две Поднялись Из земли И Рукава По локоть Закатали И К нам С Виталий Палычем Пошли А солнце Жарит Чтоб Оно Пропало И Нет Уже Судьбы У нас Другой Я Шепчу Постой Виталий Палыч Постой Подпустим Ближе Дорогой Дорогой Тихо В мире Только Временами Травиночка В прицеле Затрожит Кусочек Леса Редкого За нами А дальше Поле Родина Лежит А солнце Жарит Чтоб Оно Пропало И Нет Уже Судьбы У нас Другой Я Шепчу Постой Виталий Палыч Постой Подпустим Ближе Дорогой Оковчик Наш Последняя Квартира Другой Не будет Видно На Тонок И Черные Проклятые Мундиры Подходят Как в Замедленном Кино А солнце Жарит Чтоб Оно Пропало И Нет Уже Судьбы У нас Другой Я Кричу Давай Виталий Палыч Давай На Всю Катушку Дорогой Мои Года Как Поезда Проходят Поприхожу Сюда Хоть Раз В Году Где Пахота Заботливо Обходит Печальную Фанерную Звезду Где Солнце Жарит Чтоб Оно Пропало Где Не Было Судьбы У нас Другой Я Я Шепчу Прости Виталий Павлович Прости Что я Выжил Дорогой Еще Одна Песня Военная Песня Про Город Полоцк Тоже В таком Ж Визборнском Жанре Таким Же Способом Придуманная И История Этой Песни Такова Она Действительно Существует В Полске Есть Улица 22 Гвардейцев Дело В том Что Когда Первый Белорусский Фронт Уже Подошел К Полску Там Есть Мост Через Двину И Мост Нужно Было В общем Взять Иначе Город Было Практически Не Отбить Не взять И Вызвались 22 Добровольца 22 Гвардейца И Командир Лейтенант Перегорьев Который Этот мост Удержали Действительно У них Практически Все погибли И все Думали Что погиб Лейтенант Григорьев На самом деле Он остался Жив И это Выяснилось Гораздо Позже Уже Уже После Войны И Висбор Город Позже На две части рекою Полный тихого лесного покоя Словно старец он могуч и спокоен Со своих на мир глядит колоколем К югу узкие поля убегают Белорусская земля дорогая Задача такова в город ворваться Мост захватить и от взрыва спасти Моста не отдавать, держаться, держаться До подхода наших танковых сил А мы-то поспешим, мы выйдем на взгорье Прикроем артиллерии смелый десант Как ваша фамилия? Лейтенант Григорьев Успехов вам, товарищ старший лейтенант Этот город называет полцем Он двойной на две части расколов Он расколов на две части рекою Полный тихого лесного покоя Словно старец он могуч и спокоен Со своих на мир глядит колоколем К югу узкие поля убегают Белорусская земля дорогая Беги вперед, беги, стальная пехота Двадцать два гвардейца и их командир Драконовским огнем ревут огнеметы Охрана в укреплениях предмостных сидит Да нет, она бежит в рассветном тумане Гремят по настилу ее сапоги И мост теперь уж наш, гвардейцы, внимания С двух сторон враги, с двух сторон враги Четырнадцать атак лавой тугою Бились об этот малый десант Спасибо вам за все, товарищ Григорий Командир десанта, старший лейтенант Вот город и река, грохота полный И мост под танками тихо дрожит Товарищ генерал, приказ ваш исполнен Да некому об этом вам доложить Этот город называется Полц А вот еще одна замечательная Сейчас я называю Вот то, что я себе наметил Во втором отделении Я называю такой, знаете, такими Областью душевных соприкосновений И таких погружений Я, может быть, буду поменьше говорить Чтобы вы погружались Чтобы вам становилось Вот это ощущение катарсиса Или катарсиса Сейчас не знаю, как уж Проект сейчас все меняется Оно вас достигало Вместе со мной А будет это так Заплачет ночь дискант Державый логий лист Зацепит за луну И белый-белый снег Падет с небес десантом Чтоб черным городам Предать голубизну Чтоб черным городам Предать голубизну И тучи набегут И тучи набегут Со звездьями Горимы Под ними Воротник Как парус Декабря И старый-старый Пес С глазами Или гриба Закинет морду Вверх При желтых фонарях Закинет морду Вверх При желтых фонарях Друзья мои Друзья Начать бы все Сначала На влажных берегах Разбить свои шатры Валяться на досках На гре этого причала И видеть, как дымят Далекие костры И видеть, как дымят Далекие костры А будет это так Заплачет ночь Пескат И ржавый ломкий лист За цепью За луну И белый-белый снег Падет с небес Не с атом Чтоб черным городам Предать голубизну Чтоб черным городам Предать голубизну Еще привет Друзья Рассказываю Ну, наверное Немножечко такой разряд Такая, значит, песня Шуточная Песня называется Баллада О несчастном Укушенном Еще придет зима Действительно, да В созвездии удачи И легкая лыжня Помчится дверь И, может быть, тогда Удастся нам иначе Иначе, чем теперь Прожить остаток дня Может, я специально Там не сплюсь Может, меня устраиваются Может, я не хочу иначе Ах, жертва я Доверие И ты своей родитель Вдруг слышу Из-за дверей я Укушены войдите Пошел Мой почти Разделся не спеша Где место укушения Я говорю Душа Тот в кабинете Бывшие Бумаги Теребя Скажите Укусившая Какая Из себя Да, я говорю Обычная И рост Не сбуга Я Такая симпатичная Не думал Что змея На меня Обрушились Ругают Все Кругом Какой же Ты укушенный Дурак Мол Дураком Известно Ведь заранее Что есть Разрыв Большой Меж Внутренним Содержанием И внешней Красотой Изблизились Излишнего Поверь В той красе Смея Кусает Ближнего Смея Кусает Ближнего Смея Кусает Ближнего Об этом Знают Ближнего Смея Ближнего Ближнего Мммм, такая симпатичная, не думал, что смея. Браво! Сейчас две песни я спою. Две песни, посвященные Али Демидовой. Когда-то, вы знаете, что они снимались в фильме у Ларисы Шипецка, в фильме «Ты и я». Съемки происходили в Ялте, в Крыму. Ну, не только в Ялте, но и там очень было много съемок. Вообще, это удивительный фильм по тем временам вообще. Совершенно поразительный. Такой был новый киноязык. Висбург, конечно, очень повезло, что он снимался в этом фильме. Еще ему, конечно, повезло, что он познакомился с Аллой Демидовой, в которую, конечно, влюбился. Но ничего там, видимо, не получилось. И рассказывает Алла Демидова. В это же время там снимал... А чего вы так насторожились? Все хорошо. В это же время там снимался фильм «Остров сокровищ». И шхуна вот эта плавала. А в съемках «Ты и я» был перерыв. Отправился в Висбург туда, чтобы посмотреть, как там снимают этот остров сокровищ. И вот она рассказывает. Уже вечер, вот мы их встречаем. Всех, кто пошел, поехал туда, на эту пашхуну, выбегает в Избург, пробегает меня с какими совершенно дикими глазами. Бежит мимо, никого не замечает. А вечером, значит, там уже в застолье исполняет вот эту песню. Песня называется «Католическая церковь». Вот прекрасная оценка наших бедствий на бегу. Католическая церковь на высоком берегу. Католическая церковь на высоком берегу. Что-то светлое так манит через темные окно. Католическая пани, словно белое вино. Католическая пани, словно белое вино. Католическая непростая, вся загадочная сплошь. Назидательно листает католическую еж О, мой друг, я понимаю, ваши чувства не на ору А я внимательно внимаю и не боли, и не того А потом в траве пожухлой мы лежали у сосны Было тихо, было жутко от такой голубизны Было тихо, было жутко от такой голубизны И с тех пор одна зацепка, отыскать я не могу Католическую церковь на высоком берегу Католическую церковь на высоком берегу Что не баба, то промашка, что не камень, то скала Видно, черная монашка мне дорогу перешла Видно, черная монашка мне дорогу перешла Дай мне, Бог, боже, церковь Подари мне сквозь бургу Католическую церковь на высоком берегу Католическую церковь на высоком берегу И прежде чем я спою еще одну песню, написанную тоже вот в то время, во время съемок этого фильма, я прочитаю небольшой отрывочек из произведения, которое называется «Завтрак с видом на Эльбрус» Просто мне это хочется очень связать с песней Они настолько увязаны с этой песней, что не прочитать просто невозможно В Ялте ноябрь Ветер гонит по набережной желтые жухлые листья платанов Волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном А здесь и вправду есть такой ларек Есть Где? Ну вот там, в конце набережной Боже мой, все есть Есть Ялта, есть ноябрь, есть платаны, есть ларек, есть ты, в конце концов В конце концов, есть я Холодные массы воздуха, сказал я, вторглись со стороны скандинавского полуострова Прошли всю европейскую часть и достигли города Ялты В Ялте на набережной стояла Лариса Зверь мой, зверь, как я счастлива, если бы ты знал, если бы ты хоть на минуту себе представил, как мне трудно с тобой Вышли к ларьку, уже была видна надпись «Бульон пирожки» и крутились вокруг друга В гавани стоял большой белый итальянский лайнер для ренессанса, оттуда ветер доносил тихую и одинокую мелодию, играла труба На набережной города Ялты стояла Лариса и пила горячий бульон Пожалуйста, два стакана, горячий, замечательно, не на кубиках, еще лучше Мы с тобой любим друг друга, спасибо С одной стороны, пальцы Ларисы обжигал горячий стакан С другой стороны, эти же самые пальцы холодили массы холодного воздуха, вторгшегося со стороны скандинавского полуострова И вторглись они только лишь с одной целью И с целью благородной и высокой Да, я понимаю, что имитация чувств уныла, но она совершенно не трагична Одно звено легко меняется на другое, ни над чем не дорожишь, необходима простая сумма качеств Это она говорит А цель у них такова Поднять твои волосы, выполнить эту великую функцию, ради которой они пролетели столько тысяч миль В Ялте, ноябрь, ветер гонит по набережной Желтые жухлые листья платана Волны ревят разбиваются о парапет Словно хотят добежать до ларька Где торгуют горячим бульоном В Ялте на ябре В Ялте пусто, как в летнем кино Где только что шла французская драма Где до сих пор не остыли моторы проекторов И лишь экран одиноко глядел Освещённый косым фонарём В Ялте на ябре Там в далёких норвежских горах Возле избы, где живут пожилые крестьяне Этот циклон родился и пройдя всю Европу Он обессиленно всё же холодит Ваши щёки В Ялте на ябре Разрешите о том пожалеть И с лёгким трепетом взять вас под руку В нашем кино Приключений осталось немного Так будем судьбе благодарны За этот печальный Оброненный кент Билет АПЛОДИСМЕНТЫ Лето село в зарю За сентябрь, за погоду ПЕСНЯ 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 Север дует, то ли сгребает июль, То ли август скирдует. Словно два журавля по веселому морю, Словно два косаря по вечернему полю. Мы по лету прошли, только губы горели, И над нами не слились, словно звезды недель. Солнце желтым мотом, лето плыло неярко, Словно синий плато над зеленых байдан. И летят не густы, это встречи мелькают, И горят не листы, наше лето сжигают. И летят не густы, это встречи мелькают, И горят не листы, наше лето сжигают. Давайте вот несколько культовых песен есть, Которые надо спеть обязательно. Когда в мой дом, любимая, вошла, В нем книги лишь в углу лежали валы, Любимая сказала, это мало, Нам нужен дом, любовь у нас была. И мы пошли за старым рюкзаком, Ах, лучше нет огня, который не потухнет, И лучше дома нет, чем собственный твой дом, Где ходики стучат, старательно на кухне, Где милая моя, где милая моя, Где милая моя, и чай за свистом. Потом пришли иные рубежи, Мы обрастали разными вещами, Которые украсили тем вещами, И без того украшенную жизнь. Снега летели, письмами шуршат, Пожились письма на моей палатке, Что дома, слава Богу, все в порядке, Лишь ходики немножечко спешат. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, И лучше дома нет, чем собственный твой дом, Где ходики стучат, старательно на кухне, Где милая моя, где милая моя, Где милая моя, и чай за свистом. С любимой мы прожили сотню лет, Да что я говорю, прожили двести, Но показалось мне, что в новом месте Горит поярче предвечерний свет. И говорятся тихие слова, Которые не сказывались право, Поэтому, не мудрствуя лукаво, Пора спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил, В своей стране и в отдаленных странах Я вспоминал с навязчивостью страны, Как часто эти ходики чинили. Под ними чай другой мужчина пьет, И те часы ни в чем не виноваты, Они всего единожды женаты, Но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухает, Лучше дома нет, чем собственный твой дом, Где ходики стучат старательно на пух, Где милая моя, где милая моя, Где милая моя, И чай за свистком. Песня называется «Тост за Женьку» Посвящение Евгении Ураловой, С которой они познакомились на съемках фильма «Июльский дождь» у Марлины Кусыева. Если вы помните этот фильм, То вы помните, насколько они были оба Невероятно красивы. Я видел Евгению Уралову года четыре назад На концерте в Москве. Она сейчас, ей за 80 уже, Она сейчас очень красивая женщина. А там, в этом фильме, она, конечно, Была совершенно невероятна. Да и он был такой красавец на гребне популярности. Ну, естественно, все случилось, что случилось. И, слава Богу, есть дочка Ани Висбор. Есть Таня Висбор, а еще есть Аня Висбор. А еще есть песня «Тост за Женьку». И вот эта песня, это вот то, о чем я говорил Несколько песен назад. Это то, что придумал Висбор, Как мне кажется, в этом жанре. Это не песня. Это разговор. И кроме него, вот так никто, конечно, не делал. Очень хорошо. А то все бы так делали. Так выпьем, ребята, за Женьку, за Женечку пить хорошо. Вы помните, сколько сражений Я с именем Женьки прошел. И подали годы на швалы, И ветры неслись шелестя. Но сколько любимых пропало по тем непутевым путям. И в грохоте самосожжения Забыли мы их навсегда. Ну, Женя, помните? Женя, я с ней приходил вот сюда. Тогда, в девятнадцатом веке, Да вспомните вы, черт возьми. Мне дом представляется некий В Воронеже или в Перми. То утро вставало неброско, Лишь под цветы на полу. Калатку и пахло и воском, И шторы, привёрзшие к стеклу. А вы будто только с охоты, Я помню такой кабинет. И пили мы мерзкое что-то, Похожее на каберне. Но всё же набились порядком, И каждый из вас толковал. Ах, ах, молодая дворянка, Всю жизнь я такую искал. Но вспомнили то-то, и верно, Ни разу с тех пор не встречал. Я женщина более верных, И более чистых начал. Не помню ни чьих я объятий, Ни губ я не помню, ни рук. Так где ж твоя Женька, приятель? Сюда её дружеский круг. Так где-то гуляет отважно, На пляже какого-то лежит. Но это не важно, не важно. Я крикнул, она прибежит. Ну что, гражданин, Ты остался один? Закрывай нам пора. А он заплатил, да рассчитался, Намерен сидеть до утра. Да нет, по старинке нахмурясь, Я вышел из прошлого прочь. Гостиница Арктика, Мурманск, Глухая полярная ночь. Мы стояли с пилотом В ледовой проводке С ледокола смотрели. На гаснущий день Тихо плыл перед нами Белый берег Чукотки И какой-то кораблик На зелёной воде Тихо плыл перед нами Белый берег Чукотки И какой-то кораблик На зелёной воде Там стояла девчонка По-простому одета И казалось в тот вечер Ей было легко И рукой заслонившись От вечернего света С любопытством летела На наш ледокол И рукой заслонившись От вечернего света С любопытством летела На наш ледокол Вот и всё приключения И вспомнить чего-то Пароходик прошёл Волнишка прошла Но вздохнул очень странно Командир вертолёта Пилосовский Пилосовский Замять Такие дела Летокол Летокол тот застался Из полярки списали Вертолётчик шенился На юге сидит Да и тот в пароходе Уж ходит едва И на нём Там девчонка Едва не стоит И тот в пароходе Уж ходит едва И на нём Там девчонка Едва не стоит А потом Будут в жизни Дары и находки Много встреч Много странствий И много людей Отчего же мне снится Белый берег Чукотки В какой-то кораблик На зелёной воде Отчего же мне снится Белый берег Чукотки И какой-то кораблик На зелёной воде Надо снять Как вот Висбор сам говорил Надо снять Ряд напряжений Связанных С женщинами И спеть Такую заключительную Не, не заключительную Но заключительную Чтобы вот это напряжение Снять На другую На другую А песня Тогда будет вот такая Чтобы снять Ряд напряжений Как вот Да, пойдём Шагалые Неуклюжие Не жалейте Не жалейте Не жалейте Что теперь говорить Чья вина И вино По стаканам Разлейте И скажите Привет, старина В кровь израненные Именами Выпьем Братцы Теперь Без прикрас И за женщин Оставленных Нам И за женщин Оставленных Нас В то лето Шли дожни И рушились Надежды Что Бог Нас Наградил За преданность И нежность Что Спилим Эту Муть Гнилые Веты Сада Что Всё Когда-нибудь Устроится Как Надо Не жалейте Меня Не жалейте Что Теперь Говорить Чья Вина И вино По стаканам Разлейте И скажите Привет, старина В кровь израненные Именами Мы Пьем Братцы Теперь Без прикрас Мы За женщин Оставленных Нами И за женщин Оставивших Нас В то лето Шли дожди И Было Очень Сыро В то лето Впереди Лишь Осень Нам Светила Но Спряталась Одна Банальная Мыслишка Грядущая Весна Не Начатая Книжка Не Жалейте Меня Не Жалейте Что Теперь Говорить Чья Вина Вы Вино По стаканам Разлейте И Скажите Привет Старина В кровь Израненные Именами Выпьем Братцы Теперь Без прикрас Мы За женщин Оставивших Нами И За женщин Оставивших Нас Аплодис Тут у нас все Снега нет Как там в Мурманске? Достаточно А вот у нас нет Поэтому тут сейчас Намолим сейчас Песня называется «Арт лото» или «Первый снег» Всей семьей, конечно, не иначе Посреди недели занятой Мы смотрели вместе В передачу Под таким названием «Арт лото» Все там дружно пели И плясали Будто час Нагрянул торжества Были очень крупные детали Были очень легкие слова Мы смотрели Телевизор А за окнами Шел снег А когда Погасло Погасло На шарах Мы Как Уронулись Боже мой Начиналась Осенью Программа А Закончилось Уже Зимой Все, конечно, хором Заголодели Снег Лежал Как Пуховой Платок Видно Мы Чего-то Проглядели Проглядели Программу Орут Лото Мы Смотрели Телевизор А за окнами Шел снег На фонарь шел снег И на дорогу Был предельно чистым Из срок Будто шло Послание От Бога Передача С неземных Миров Там Велись Великие Беседы Подводя Неведомый Итог Там Никто, пожалуй, И не ведом О каком-то нашем Артлату Будь Средь нас Какой-нибудь Провидец Он сказал Бросьте Ерунду Первый Снег Нам предстоит Увидеть Календар В будущем Году Только Будет ли Да Удача Будет Город Будет ли Ясней Повторят Ли Снова Передачу Под Таким Назвал Первый Снег Мы Смотрели Телевизм А Завод Когда Не Шут Смег Не Пошел 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 Аплодисмент Валера Ных Ах, какая пропажа, пропала зима, Но не гнаться ж за небе на север. Убирают снега, вот и сходят с ума, И апрель свои песни посеял. Но что до меня, это мне не дано. Не дари мне ни осень, ни лето, Подари мне февраль, три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Подари мне февраль, три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Полоса по лесам золотая легла, Ветер в двери скрипет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, Никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, Как вдали проплывает корветом. Мой веселый февраль, три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Мой веселый февраль, три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, Не крещен, не учен, не натружен, Не похож на грозу, не подобен скале, Только детям-то матери нужен. Ну так что же вы все про кино, про кино, Жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, Три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, Три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Поколевать хоть на Библии, Хоть на кресте, Что родился не за пустяками, Толь писать мне Христа на суровом холсте, Толь волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, Невиновно, виновно, На огонь не наложено ветром. Леновин, февраль, Три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Леновин, февраль, Три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Песня посвящается Аркадию Мартановскому, Его лучший друг Юрия Висбора. С юных лет, с тех пор, Как они начали ходить у горы, А если он и ходил у горы, То только в связке с Аркашей, Со своим Аркашей Мартановским. В Аркашиной квартире. В Аркашиной квартире Живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши Давно в тех стенах нет. Там так же не сижу я С картошечкой в мундире. И вовсе не Аркаша Горит на кухне свет. И уж-то эти годы Нашли на самом деле, Пока мы разбирались, Кто теща, кто свекров, Куда же мы глядели, Покуда все колдели. И бойко рифмовали Слова, любовь и кровь. В Аркашиной квартире Бывали эти рифмы Не в виде сочинений, А в виде высоты. Там даже красава Нам это все досталось Не в качестве наживы, И был неповторимым Наш крошевой уют. Ах, слава богу, братцы, Что все мы вроде живы, И все, что мы не верим, Уже не украдут. Как были так богаты Чужой и общей болью, Наивною моралью Желанием петь, да петь Все это оплатили Любовью и кровью. Не дай нам бог, ребята, В дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире Все бродят наши тени, На кухне выпивают И курят у окна Абстрактная картина Суде переплетения И так несправедлива Что жизнь у нас одна И что же делать? Усмещение Самойловича Спокойное, спокойное Нет? Сейчас я хочу Я не знаю, как выкручивать Теперь надо же как-то заканчивать У всех, кто ввысь отправился Когда-то Вот У меня там есть Просто и волейбол Это же концерт у нас Он же будет бесконечен тогда А вы потом в следующий раз Не придете Наслушаетесь настолько, что Не захочете больше Не захочете Не захочете Вот все уже заговорили Для всех, кто ввысь отправился Когда-то Для всех, горевших в плазме кораблей Есть важный и последний из этапов Этап прикосновения к земле Где с посохом сияющих дождей Пройдет сентябрь по цинковой воде Где клены наведут Слои листки На мокрую скамей у реки Мы постепенно счастье познавали Исследуя Среди ночных полей С любимыми на теплом сияющих дождей Этап прикосновения к земле Где с посохом сияющих дождей Пройдет сентябрь по цинковой воде Где клены наведут Слои листки На мокрую скамей у реки То женщины казались нам наградой То подвиги нам виделись в дали И лишь скотами мы познали радость В кругу обыкновейшей земли Когда-нибудь столь ветреный в начале Огонь погаснет в пепельной зале Дай бог тогда нам встретить Без печали Этап прикосновения к земле Где с посохом сияющих дождей Пройдет сентябрь по цинковой воде Где клены наведут Свои листки На мокрую скамейку у реки На мокрую скамейку у реки Пройдет сентябрь по цинковой воде А помнишь, друг, команду с нашего двора Послевоенный над веревкой волейбол Пока для секции нам сетку не украл Четвертый номер Коля, зять, известный вор А первый номер на подаче Владик Коп Владелец страшного кинзового меча Который, если попадал кому-то в лоб То можно смерть установить И без врача А пятый номер наш защитник Макс Шароль Который дикими прыжками знаменит А также тем, что по алгебре король Но в этом дом его нисколько не вини Саид Гиреев, нашей дворничьих и сын Торговец краденым и пламенный игрок Серега Мухин, отпускающий усы И на распасе скромный автор этих строк Да, вот это наше поколение Рудиментов в нынешних мирах Словно полужесткие крепления Или радиолы во дворах А вот противник, он нахал и скандалист На игры носит он то бритву, то наган Здесь капитанствует известный террорист Сын Осирийца, Осирийец Лев Уран Известный тем, что перед властью нет рожа Зверю директору он партой угрожал И парту сбросил он с шестого этажа Но, к сожалению, для школы не попал А вот и сходятся два танка, два ферзя Вот наша эльба Встреча войск далеких стран Идет походка и воровскую коля взять На встречу руки в руки Левочка, ура! Вот тут как раз и начинается кино И подливает в это блюдо остроты Белова танечка, глядящая в окно Внутрирайонной гений чистой красоты Ну что без драки Волейбол как волейбол Ножи отставлены до встречи роковой И коля зять уже ужасный ставит кол Взлетев, как щагин над веревкой бельевой Да, и это наше поколение Рудиментом в нынешних мирах Словно полужесткие крепления Или радиолы во дворах Мясной отдел, центральный рынок Дня конец И тридцать лет прошло, о боже, тридцать лет И говорит мне, а сириец-продавец Конечно, помню волейболу, но мяса нет Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка Потом опять, потом отбился от ребят А коля зять пошел в десантные войска И там, по слухам, он вполне нашел себя А Маршароль опять защитник и герой Имеет личность он секретную и кров Он так усердствовал над бомбой гробовой Что стал член-кором по фамилии Петров А Владик Коп подался в городок Сидней Где океан, балет и выпивка с утра Где нет, конечно, ни саней, ни труда дни Но так же нет ни кола и ни двора Ну, кол-то ладно, не об этом разговор Дай Бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат Но где найдет старый Сретенский наш дом Вот это жаль, вот это правда, очень жаль Ну, что же каждый выбрал веру в житье Полсотни игру смерти выиграв подряд И лишь майор десантных войск Н.Н. Зитьев Лежит прострелянный под городом Герат Лежит прострелянный под городом Герат Отставить крики тихо Сретенко не плачь Мы стали все твою общую судьбой Те, кто был втянут в этот несерьезный матч И кто повязан стал веревкой или его И кто повязан стал веревкой или его Да, уходит наше поколение Да, уходит наше поколение Это я просто подумал, что вы что-то там такое мне не то говорите Да, уходит наше поколение Рудиментом в нынешних мирах Словно полужесткие крепления Или радиолы во двора Словно полужесткие крепления Или радиолы во двора Спасибо вам, дорогие За все За все Я бы хотела перед последней песней сказать огромное спасибо еще раз вам, что вы пришли Огромное спасибо Валерия И хотелось бы мне сказать, что Валерий Чечет решением Совета памяти Юрия Висбора и Центра авторской песни Московского Центра городского награжден медалью за большой вклад в увековечивание памяти Юрия Росиковича Висбора А вот то, что мне действительно приятно, это то, что в Альплагере Цей, где он написал свою последнюю песню, при установке таблички возле этой комнаты, где он ее написал, вот эту последнюю песню я исполнял Вот это мне было очень, мне такой прям был Вот мы сейчас эту песню закончим нашу встречу Там, значит, не все были в лагере Цей По улице старый монах Монах – это такая скала огромная, когда в поле приезжаешь в лагерь Такое окончание некого хребта И она невероятно красивая Не передать, насколько она хороша То есть просто там есть такие слова Просто если кто-то не был, тому, может быть, будет это не совсем понятно Это скала такая Вот и опять Между сосен открылась картина Путь к небесам Что стенами из камня зажат Здесь на восход Золотые взбирают вершины И летники Как замерзшее небо лежат Этот в белых снегах горнолыжный лицей Панацея от наших несчастей Мы не верим словам, но в лагере Цей Все мы счастливы были отчасти Эти хребты Эти хребты Нам цулили и радость и леды И издалека Звали нас, чтобы мы их прошли Эти снега Нас не раз приводили к победам А иногда Приводили от дружбы к любви Этот в белых снегах горнолыжный лицей Панацея от наших несчастей Мы не верим словам, но в лагере Цей Все мы счастливы По счастью Здесь нам с тобой Победив городские химеры Ясный покой Приходило в словах и в слезах Если ж уйдем То уйдем обязательно с верой С верой, что вслед Нам помолится старый монах Этот в белых снегах горнолыжный лицей Панацея от наших несчастей Мы не верим словам, но в лагере Цей Все мы счастливы Были от счастья Этот в белых снегах горнолыжный лицей Панацея от наших несчастей Мы не верим словам, но в лагере Цей Все мы счастливы Были от счастья Спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Гитара, ее благородная тара, полна нашей болью до дна. За все расплатившись сполна, расходимся мы понемногу. Италья наша дорога уже за спиною видна, уже за спиною видна. И давайте прощаться, друзья. Кто знает, представится случай, что без суеты неминучей в глаза поглядеть не скользя. Такая уж таль позвала, где истина не угосяла, а фальш уже не выносила. Такая уж песня пришла, такая уж песня пришла. Давайте прощаться, друзья, чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже доживто сидим, мы гоним с усмешкою осень. Мадам, мне всего сорок восемь, а вам уже двадцать один. А вам уже двадцать один. Давайте прощаться, друзья. Продолжение следует... Спасибо, Роман. Спасибо, Роман. Спасибо, Роман. Продолжение следует...